Комментарий. На самом деле мы здесь, по сути, показываем некоторую теорему, вероятно, тоже известную вам из теории графа. Только надо понять, о каком графе идет речь. Это называется двойственный граф. Вначале у нас плоскость была разделена на какие-то области, в данном случае это просто квадратики маленькие. Поставим каждый квадратик по вершинке, а дальше стираем, как это прописано у нас операция, стираем границы, убираем спичку. Одновременно, значит, мы проводим ребро. Это полностью соответствует нашему соединению с влиянием. О какой теории идет речь? В конце мы должны получить связанный граф на 25 вершин. Вот мы с вами, в общем-то, и доказали, ну, нужно только еще прокрутить рассуждение и понять, что добавить больше нечем, да? Таким же образом можно доказать, что если перед вами связанный граф с N вершинами, ну, связанный это означает, что из любой вершины до любой другой можно пройти по грёбкам. Тогда в этой графе не менее N вершинок грёбка. В этой теории, конечно, разные доказательства есть, потому что по индукции действуют, по-разному убирают самые длинные путь и так далее. А можно вот этим обратным ходом, да, изначально был какой-то у вас связанный граф, стереть временно все рёбра, которые проведены между вершинами, да? Вот был у вас какой-то связанный граф, а я взял и всё, стёр все рёбра, а вершины оставил. Но запомнил, где какое ребро было, да? Вот стёр, но запомнил, где какое ребро было. И потом ситуация как развивается. Будем восстанавливать одно ребро за другим. Вот изначально у вас, когда я стёр все рёбра, у вас N разрозненных вершин. Да, N разрозненных вершин. Потом вы проводите ребро, и происходит такое объединение, да? Престают быть, разрозненные. Вот что происходит за одну такую операцию? Текущая ситуация, когда я восстановил несколько ребра, описывается следующим образом. У вас есть несколько неформальных, говоря, кусков, а по-умному они называются компоненты связности нашего графа. И одна операция восстановления ребра у вас разве что склеивает две компоненты связности в ладони. Вот и получается некоторый счётчик. Такой же счётчик, количество кусков и количество компонентов связности нашего графа. Ну, как упражнение, вы можете довести их до рассуждения, до аккуратного доказательства теоретии.